друзья приветствую ну вот собственно говоря и произошло заседание фрс приняли решение по процентной ставки и оставили неизменной 1 целые 75 процентов на самом деле там у них этих ставок диапазон от полутора до 1 целых 75 ключевая ставка 1 75 процентов это говорит о том что сейчас достигнут баланс то есть соответственно более или менее устойчивая ситуация в сша решение по поводу процентных ставок как правило зависит в основном от двух важнейших макроэкономических индикаторов это уровень безработицы и инфляция соответственно если мы посмотрим уровень безработицы то уровень безработицы в америке находится на исторических лоях пусть на исторических минимумах такие низкие уровни безработицы были в сша последний раз в семидесятом году потом соответственно как видите то есть они колебались но до такого низкого значения не падали то есть это говорит о том что с одной стороны достаточно эффективно вроде как используются людские ресурсы с другой стороны особо нету степеней свободы для того чтобы какие-то изменения в экономике производить на самом деле вот с фактической точки зрения низкий уровень безработицы это не очень хорошо для страны потому что здесь получается палка двух концах с одной стороны низкая безработица она способствует тому что все люди в экономике задействованы и ну считается что в такой ситуации социальная напряженность она сведена к минимуму но на самом деле низкая безработица она часто приводит тому что реальный уровень дохода населения в среднем он падает то есть достигается за счет создания эффекта так называемой работающей бедности соответственно точно подобный пример мы можем видеть на фоне ряда стран например той же российской федерации где на самом деле при низкой безработице однако уровень реальных доходов населения оставляет желать лучшего вот соответственно и в сша сейчас схожие ситуации то есть да там низкий уровень безработица и вроде как заявляется что население она всем довольна но при этом растет разрыв между богатыми и бедными америка и сша чем они что между ними общего очень большой разрыв между богатыми и бедными то есть в остальных развитых странах такого разрыва нету вот и соответственно это создает определенную социальную напряженность ну в штатах считается что это создает определенный градиент который заставляет людей двигаться вперед развиваться открывать бизнес и так далее но это возможно и действительно так это и есть скажем так основной лозунг дикого запада но при этом если стране работают социальные лифты и сведены к минимуму различные барьеры бюрократические чиновничьи в этой ситуации возможно да то есть именно так тогда и будет она работать но те страны в которых это условие не выполняется для них вот этот низкая безработица она является синонимом работающая бедность и соответственно затухание экономического роста вот по поводу соединенных штатов здесь ситуация неоднозначная то есть там имеет место ряд процессов которые противодействуют между собой отдельно мы в рамках макроэкономических обсуждений и передач с вами этот вопрос рассмотрим пока хотел обратить внимание что сейчас на текущий момент твиттер дональда трампа по поводу решения фрс молчит то есть два момента почему он молчит во первых как бы ну особо никто не заморачивался насчет решения по данному вопросу в январе во вторых дедушка сейчас занят он занят решением вопроса импичмента корона вируса а также торговой войной с китаем соответственно когда у него будет свободное время уверен он делит необходимое внимание федеральной резервной системе сша кроме того ближайшее время планируется что в состав членов фрс войдет человек трампа это джуди шелтон но для этого должны получить одобрение сената и соответственно занять свое место однако эта дама она достаточно трешовая потому что она ратует за возвращение к чему-то вроде зовут золотовалютного стандарта то что денежная масса должна быть обеспечена золотом на самом деле в текущих реалиях мировой экономики это ее просто похоронят потому что современная мировая экономика она базируется на эмиссии денег единственное слово что эти деньги должны имитировать таким образом чтобы они вызывали рост экономики соответственно если вы и миссию денежных средств привязываете к никому фиксированному показателю то соответственно ваша экономика на просто рухнет поэтому если джуди шелтон дедушка ведет состав фрс это может иметь самые непредсказуемые последствия однако я думаю здесь просто основная идея чтобы ввести своего человека который там хоррор наводил и соответственно заставлял фрс принимать те решения которые по мнению дедушки является наиболее правильным на самом деле конечно там не будет она никакую идею золотой золотовалютного стандарта проталкивать это так просто пугалка чтобы всех заставить дрожать членов фрс и в дальнейшем оказывать на них давление так друзья но возвращаясь к вопросам уровня безработицы в сша смотрите вот сейчас достигнуты достаточно низкие уровни как 70-м году мы с вами этот вопрос уже в общем-то обсуждали я по нему как-то делал какое-то время назад передачу обычно он такой вот снижение безработицы на лаях она происходит перед тем как разворачивается финансовый кризис вот здесь вот были дотком и здесь был финансовый кризис 2008 года соответственно дотком и были неприятны но не особо жесткий кризис 2008 года был достаточно жесткий сейчас соответственно получается мы в ожидании следующей встряски достигаем очередного минимума и соответственно скорее всего рано или поздно это приведет к изменению этой ситуации и увидим какой-то хардкор очередной в макроэкономике и в том что происходит во всех странах так но его собственно говоря второй краеугольный камень политики фрс 1 это безработица 2 это инфляция индекс потребительских цен соответственно сейчас индекс потребительских цен последний раз вышел в пределах ожиданий год к году 2,3 процента то есть видите какая инфляция в сша вот и соответственно поэтому фрс нет резона увеличивать особо сильно печатание денег и исходя из этого формировал в том числе точка зрения что надо оставить ставку то который есть тем более с учетом того что последнее время они тестировали изъятие и ограничение кредитования банков то здесь вполне логично предположить если такие стресс-тесты проводятся то наверно никакого особого резона для того чтобы ставку снижать потому что они уже по сути проводят действия которые но они в большинстве случаев связаны с повышением предстоящем ставки ну или по крайней мере попытки понять можно нельзя ее повышить повысить то соответственно здесь просто резона никакого не было ожидать что ставку они все-таки снизит в этот раз так вот если рассматривать инфляцию соединенных штатах то можно увидеть что пик инфляции последний раз максимальные значения были 2008 году перед кризисом то есть обычно как бы происходит непомерное раздутие денежной массы который вызывает рост цен инфляцию и соответственно но вот в данном случае прошлый раз это предшествовало предыдущему кризису но надо сказать что современная экономика она построена более сложным образом пусть нельзя сказать что чем больше денег печатать тем больше инфляция такая ситуация она в тех странах где фактически отсутствует либо минимизировано производство прибавочной стоимости то есть работа экономики если страна допустим поставляет ресурсы там действительно чем больше печатают денег тем больше инфляции тем может быть еще хуже в развитых экономиках где все построено на оказание услуг и формирование прибавочной стоимости печатание денег она не всегда приводит к тому что растет инфляция очень сильно тут все построено на балансе что напечатанные деньги они уходят в экономику и вызывает ее рост вот и в том случае когда как будут начинаются такие пики то есть инфляция начинает расти но при этом нет экономического роста это да это кризисное явление то есть деньги когда он должно печатать печататься ровно столько чтобы они обеспечивали работу экономики то есть если экономический рост есть их надо печатать если экономического роста нет или начинает стагнация то это приводит таким всплеском и потом соответственно это приводит но это не приводит кризисом это свидетельствует о том что здесь будет кризис когда растет инфляция при этом на печатные деньги они не вызывает экономического роста так мы вот в общем то заявление джерона пауэлла вчера достаточно долго все это дело продолжалось там выступали обсуждали на бломберг но здесь по сути в общем то остается ставка неизменной потому что их вполне устраивает и инфляция и соответственно состояние рынка труда сша то есть ключевые факторы которые они важны для для америки да вот здесь они обращают внимание что потребительские расходы растут не так быстро как они хотелось а американская экономика она как бы как раз и построена на том что они потребляют потребляет потребляет и это обеспечивает экономический рост но с другой стороны инвестиции в основной капитала остаются достаточно слабыми но вот как бы трансформируя вот все эти заключения которые они произвели речь здесь идет о следующем о том что они с одной стороны ощущают необходимость печатания денег то есть соответственно в том числе и снижать процентные ставки с другой стороны они столкнулись с таким явлением что напечатанные деньги они не приводят к росту экономики то есть они могут просто тупо вызвать рост инфляции и при этом никаких позитивных изменений и увеличение экономического роста это не вызывает поэтому они здесь не видят необходимости снижать ставку с одной стороны с другой стороны они понимают что если ставку начать сейчас увеличивать чтобы уменьшить но потенциальные возможные негативные эффекты от избыточной денежной массы то это приведет к кризису но по крайней мере к сильной корректировки рынков и поэтому они соответственно таких действий не производят и вот он еще добавил что связи со вспышкой нового новой эпидемии коронавируса то есть они озабочены тем что может быть негативное влияние соответственно я так понимаю что в ближайшее время вообще не буду не будет идти речь об увеличении процентной ставки фрс скорее всего даже они будут снижать ее потому что во первых дедушка сейчас решит вопрос импичментом возможно ведет своего члена в совет фрс и тут я думаю на счет очень решительно менять их политику в плане снижения процентных ставок и поэтому вполне возможно что к выборам начнется продавливание снижение процентных ставок вплоть до нулевых для того чтобы как-то побороть нарастающие негативные явления в экономике и соответственно чтобы хоть как-то удержать экономический рост и так друзья как может решение фрс отразиться на финансовых рынках но начнем американский рынок смотреть вот видите здесь уже рынок на хаях соответственно даже пошло некоторые снижения но понятное дело что этот гэп он был связан с опасениями по корона вирусу и с безумием которое возникло из-за этой так называемой пандемии но на мой взгляд опять же повторюсь это не более чем эпидемии гриппа и поэтому такой-то ажиотаж я думаю просто искусственно раздут по крайней мере никаких оснований опасаться что это какая-то супер-пупер инфекция которая она там существенный урон нанесет я думаю что не надо здесь я я уверен что это если бы вирус не был придумали бы что-то другое для того чтобы вот этот весь хардкор запустить и соответственно попытаться решить какие-то свои проблемы и экономические и политические со стороны отдельных стран со стороны китая соединенных штатов евросоюза российской федерации вот и поэтому я считаю что эта проблема она просто высосана из пальца для того чтобы политики могли скажем так решать свои какие-то задачи и путем создания вот этого ажиотажа прикрывать свои сбой и вредить другим странам но чтобы увеличить собственной преференции и так что у нас происходит по поводу американского фондового рынка ну смотрите вот за счет коронавируса произошел вот этот гэп на самом деле как бы уже ситуация на видите накалялась и сейчас получается принято решение оставить ставку на прежнем уровне то есть это говорит о том что никаких существенных изменений в финансовой политике в манеритарной в ближайшее время не произойдет но тем не менее фрс периодически тестирует изъятие ликвидности с рынка и так здесь информации о том что они предоставление ликвидности ослабит начиная с апреля то есть что мы сейчас скорее всего получим наверное мы где-то вот здесь вот так и останем колебаться то есть рынке сейчас скорее всего будут находиться в диапазоне до апреля месяца когда будет соответственно принято решение относительно изъятия ликвидности и запуск или не запуска соответствующей программы вот до этого времени скорее всего если истерия с коронавирусом не разразиться до планетарных масштабов еще больше то соответственно мы наверное где-то вот здесь и будем колебаться но в этом диапазоне три тысячи двести три тысячи триста вот ну может быть будут периодически задерги но сейчас никаких оснований для роста и тестирования вот этих вот высот пока нет если только фрс не усилит печатание денег и не выступит соответствующим заявлением и не предпримет соответствующих действий с другой стороны если не будет никакой истерии продолжения то сейчас особых пока оснований для падения нету разумеется сейчас вот то что раздувает с коронавирусом она может негативно отразиться на рынках и соответственно это приведет к снижению американского индекса и всех рынков еще ниже то есть вот если начнется поступательное движение и пробой три тысячи пятьдесят три тысячи по снг то это может в общем-то кучу негативных процессов запустить когда фонды начнут разгружать свои позиции по американским акциям по эмиджен маркет в том числе россия соответственно здесь может возникнуть эффект кома активные распродажи и соответственно обрушение рынков вот но я думаю до апреля месяца эту ситуацию пока заморозят а там дальше скорее всего уже будут какие-то решения опять же если не будет какого-то новостного фона резкого то есть вдруг внезапно не объявят что там корона вирус это угроза американским интересам и соответственно там допустим заблокирует большую часть товара оборота с китаем тогда конечно трешак начнется уже прямо сейчас но при текущих раскладах я думаю более вероятно то что движение будет в этом диапазоне 3 200 3 300 плюс минус до апреля месяца и соответственно никаких существенных сподвигов не будет кроме тех случаев когда в силу новостного фона или для решения каких-то задач политических будет раздуваться тема с коронавирусом или с торговыми войнами или с конфликтом на ближнем востоке так мы вчера соответственно на фоне заявления произошло снижение американского индекса это фьючерс китай сейчас закрыт вам до 8 или 9 февраля у них каникулы америка просела то есть это определенный негатив посмотрим как сегодня с утра это будет отыгрываться 30 января но в любом случае я думаю вот это движение она будет диапазоне 3 200 3 300 сейчас возможно даже мы куда-то сюда сходим поскольку фрс решение принял покупай на ожидании продавай на новости новость свершилась вот соответственно здесь логично ну какая-то еще корректировка сюда ну вот если это пробьют то в принципе тогда движение будет на 3 150 3 100 но пока три тысячи пятьдесят три тысячи не пробили то ситуация она будет более или менее или менее предсказуемой и ровная но скорее всего 3 200 3 300 это будет основной диапазон до апреля если не будет никаких черных лебедей но российский фондовый рынок он находится в зависимости от снг соответственно вот здесь вот началось определенное снижение на прошлой неделе на этой неделе был провал связи с коронавирусом но этот провал вроде как на текущий момент от купили и поэтому здесь соответственно все будет зависеть от того не посыпется ли америка и нефть я думаю все таки по америке какая-то просадка небольшая будет по факту заседания фрс но тоже совершившийся факт но с другой стороны как бы никаких таких существенных обострений сейчас я не усматриваю скорее всего все будет так колебаться в диапазоне и все так ну вот девочка ммвб то есть здесь идет попытка ростом роста сгэпом точнее отскока соответственно вот цель 3147 148 вот сюда вот на самом деле я думаю может быть вот это значение корнем но наиболее вероятно что движение будет вот в этом диапазоне и возможно просадка вот сюда вот до конца этой недели начале следующий косвенным подтверждением данного факта является то что до заседания фрс на нашем рынке уже начали расти но такие бумаги как электроэнергетика а голубые фишки они остались в стороне по большей части то есть это говорит о том что сейчас скорее всего будет какое-то корректирующее движение наиболее вероятно так друзья мы на фоне того что запасы нефти вышли больше чем ожидалось соответственно нефть не отскочила вот но тем не менее она и падешь свой непродлива то есть видите вот она уперлась 58 58 2 и соответственно этом уровне она отстаивается и сегодня 30 января смотрим и ждем как она будет себя вести вот если пробой локального минимума предыдущего 57 74 будет тогда скорее всего ее тащит на 55 если колебания продолжатся вот в этом диапазоне то скорее всего она все-таки здесь по торгуется наберет позу и соответственно будет отскок на 67 и потом возможно на 63 так надо если часа вик смотреть где то здесь сейчас важно будет как она взаимодействует с вот этим сильным уровнем 58 58 и 2 если здесь снижение вот это вот остановится и начнется откуп то соответственно сегодня же увидим отскок 58 и 759 и 2 и так до 60 одного с половиной 42 может найти но если не удержится и будет пробой 57 74 на растущих объемах тогда все три шаг полетим вниз но есть еще определенные сдвиги касательно заседания фрс вот видите здесь начинает тормозиться рост индекса доллара соответственно прям вот напрашивается корректирующие движение на 97 и 4 и случае если он продолжит свое снижение или начнут расти объема на этом уровне то соответственно дальнейшее снижение 97 и уход на 96 5 кроме того по паре евро доллар сейчас вот формируется такая вот фигура разворотная v-образная соответственно на фоне этого заседания фрс определенную цель евро доллар отработал на уровне 1 1031 соответственно здесь вполне возможен сейчас разворот и соответственно движение первая цель будет 1152 и вообще как бы у него уже давно напрашивается на 1 целый 1375 рост евро против доллара это будет позитив и для emerging markets и для нефти вот но здесь остается еще другой вариант негативный если он пробьет вот это значение 1 целый 0878 тогда соответственно он улетит там на 1 целый 066 но я думаю такой сценарий сейчас мало вероятен кроме как то что начнет полнейший трэш происходить с коронавирусом там ведут ограничение закрытие границы так далее во всех остальных случаях наиболее вероятен рост евро против доллара ну вот и дневной график он показывает на то что здесь сейчас пришли к уровню который очень сильно был проторгован пошли вот эти разворотные формации и общем-то масса целей осталось сверху на массовой 1085 1 целый 1136 то есть сейчас очень высока вероятность исходя из этой фигуры что по евро доллару будет разворот и будет рост евро в доллару но другой вопрос насколько это может быть долговечно но по крайней мере наверно до апреля до мая это вполне может продлиться а дальше связи с изменением работы федеральной резервной системы в части изъятия ликвидности соответственно евро может и попросить присесть очень сильно так друзьям и котировка доллар рубль езды эту муру дневной интервал таймфрейм точно что здесь можно обратить внимание на смотрите во первых начался рост все-таки доллара против рубля видите вот этот свеча она пробила плюс вот этот v-образной информации но она говорит о том что здесь был разворот сейчас идет проторговка то сильный рост потом попытка отката но объемом она не подтверждается вот соответственно следующая свеча который было говорит о том что здесь идет сейчас проторговка консолидация скорее всего консолидации еще продлится один-два дня и после этого будет выход ну здесь может быть я думаю будет сначала задерку отсюда вот на 9192 и потом если будет пробить вот этот верхний диапазон 63 1218 на растущих объемах соответственно сгоняем вот сюда вот на 63 день то что давно вот эта цель она просто зудит уже так на часовой график он здесь достаточно неоднозначный то здесь все упирается в то что будет с нефтью с утра но это как бы пока не до конца ясно потому что вот эта информация она достаточно неопределенная плюс здесь соответственно нету четких указаний на то какой уровень сильные отработаны как и какому из сильных уровней будет движение то есть с одной стороны вот здесь уровень 62 38 с другой стороны вот здесь тоже есть цель на 62 68 62 и 7 ну да если от ориентироваться на 15 минутный график то здесь что у нас получается но скорее всего все-таки с утра будет рост потому что вот здесь вот есть цели которые они не закрыты первые 62 и 6 и 2 62 66 то здесь наиболее энергетически выгодно сейчас для движения цены это закрыть эти эти цели а дальше уже если будет рост объемов пойти выше частности на 62 98 или соответственно здесь проторговавшись сделать откат и возврат вот на эту цель ее отработать 62 и 4 поэтому думаю все таки по рубль доллар будет укрепление с утра доллара и отработку вот этих двух целей попали рубль доллар соответственно если здесь пойдет рост объема торгов то движение будет на 62 79 вот сюда вот